Значит, у нас плановая тема – форма исторических типов государств. И, я думаю, кто готовился к занятия, тот почитал, посмотрел прошлые лекции. Я нынче подумал, что я же ее читаю 5 или 6 раз. Седьмой даже. Седьмой раз, да. Я стараюсь каждый раз внести какую-то новую ноту. И, в общем, до сих пор удавалось, но и нынче я задумался, что, может быть, все-таки как-то пора менять, сменить тему-то, потому что эта тема, мне кажется, уже обговорена довольно подробно. А есть важные такие новые проблемы на эту тему. Поэтому в этот раз я хочу кратенько только, конспективно, значит, суть дела. Рассказать, что? Подробно там есть лекции. А сосредоточиться на вот как раз новых проблемах, на аспектах демократии, которые поднимают на Западе сегодня. Это я вот специально принес свежую статью. Это реферат работы Майера. Есть такой политолог Питер Майер на Западе. И он выдал книгу новую в этом году, она у нас передана на русский язык. В том году он выдал, а в этом передана у нас на русский язык. «Управляя пустотой. Размывание западной демократии». То есть есть у них аспекты, есть проблемы, которыми они интересуются. И нас они, в общем, тоже касаются. Поэтому, ну, отчасти, значит, я сосредоточусь на них попозже. Пока же хочу спросить вас, послание президента-то вы пообсуждали тут или нет? Нет. Но сами-то, наверное, посмотрели и почитали, и так, иначе, познакомились? Нет. И не познакомились? Так или иначе? Иначе, иначе. Ну, в общем-то, да, что и так, без его послания, даже по каким-то новостям, понятно, что ничего особенного там нету, во-первых, ничего особенного хорошего там нету. Хотя, значит, по некоторым вопросам щеки были надуты очень полно и дуются до сих пор некоторыми средствами массовой информации. Например, что он увидел, что министры, значит, одну надбавку пенсионерам, которые получают минимальную пенсию, добавили, а другой одновременно сняты, поскольку превышен порог, значит, минимальная оплата труда. И он там их накачивает в этом послании, да как вы могли, да надо думать, вот, пересчитать все пенсии и добавить. И вот девушка из Макаданской области, из Макаданского вестника Владимир Попов возвращает этому самому Медведеву 683 рубля. Это, значит, ему добавили, и он говорит, нате вам на бедность, у вас 683 рубля, и не позорьтесь больше. И я еще, когда в процессе слушал, что Путин там, значит, начал эту тему обсасывать и то, и ссо, и пересчитать, да как вы могли. Ну, чего там получилась разница 200 рублей или 300? Чего на них толпиться, толкаться, топтаться? Как не стыдно только этим заниматься? Отдали, да и все, молчаком, чтобы мы не знали про это. Не, значит, вот уже сколько времени прошло, все обсуждает эту тему. Надо пересчитать. У вас миллиардами воруют, не миллиардами, десятками миллиардов. Уже 30 миллиардов, по 30 миллиардов несколько дел. Жить тебе как-то надо. Да, конечно. Да, но я, задавая этот вопрос, вам так думал, что вы теперь уже поучились немножко, кое-какие понятия категории усвоили, и с помощью этих понятий, значит, осмысливаете содержание, которое вам преподносит, ну, делаете какие-то для себя выводы, в том числе интересные. Но, видимо, пока еще, может, и времени у вас не хватает, и не дошло, и времени не хватает. Значит, вот таких опусов и вранья сейчас в средствах массовой информации, в интернете, но очень много. И вранье, с одной стороны, значит, факты, цифры, цифры. Тут на днях у Ольги Скобеевой обсуждали там какой-то вопрос, в том числе был, знаете, Скобееву-то, и обсуждался, что-то затронули репрессии. И этот Игорь Борисович Чубайс, брат Чубайса, значит, ляпает. Сталинские репрессии увели, унесли 55 миллионов жизней. Ну, милый человек, но это уже давно разоблачено и оброшено. Уже люди понимают, что это вранье Солженицынское. Когда же говорили о двухсот миллионах. Двухсот – это даже я не слышал. Там населением всего было двести. Было двести, было. Я помню точно. Не мог понять. Женщины рожают с такой скоростью. То есть, вот много всякого вранья. Но особенно по цифрам, по фактам, по понятиям. По цифрам и фактам это нужно быть эрудитом или проверять по справочнику. По понятиям вы всё более и более готовы, что вас уже трудно провести. Или трудно вести заблуждение. В том числе и по поводу демократии. Я думаю, что вы уже разобрались и сегодня мы разберёмся ещё более конкретно. Ну, а первый на эту тему – ну, просто хоть святых выносить. Значит, идеолог у Путина Сурков выступил с гениальной статьёй большой. Одно название «Почувствуй разницу». Долгое путинское государство. Долгое государство Путина. Почувствовали? Вот государства Петра I не было, государства Ленина не было, а вот государство Путина теперь есть у нас. Значит, оно очень интересное, самобытное, значит, полное доверие народа к власти и выборы, в общем-то, ему не нужны. Оно голосует за Путина. Народом голосует всегда за Путина. То есть, какие-то первые политические мысли за такие академики, наверное, надо дать. Да, человек серьёзно обознал, что это новое государство, что оно надолго, что теперь, значит, там избирать там не будут и не нужны эти выборы. Потому что и так всем ясно, что Путин у нас лицо набирает. Вот. Тут я наткнулся на Леонида Радиховского. Вчера или позавчера? Вы-то помоложе Леонида Радиховского, наверное, не знаете. Кто читает российскую газету, если регулярно, тот знает. Там регулярно публикуются его такие размышлизмы. И надо сказать, что он человек эрудированный, и иногда в этих размышлизмах приводят довольно интересные данные. Вот. А тут ему лет, видимо, шестьдесят пять так. Но что-то он, смотрю, разбитый параличом, старый, беззубый, но ведёт речь о политике. О монархии. И говорит, монархия, а всегда в России монархия. И при царях была монархия, и при советской власти была монархия, и в Горбачёвской монархии, и теперь опять монархия. Почему? Потому что народ пассивный, он не интересуется политикой. Поэтому русскому народу и российскому народу всегда нужен царь, первое лицо. И всё решает царь, первое лицо. Ну, да, вот, видимо, заболел человек. Почему? Потому что оно, первое лицо, конечно, имеет решающее значение. Но чтоб так всё и вся, и решало первое лицо без советов, ну, всё-таки такого не бывает. Может быть, кроме каких-то экстренных случаях военного характера. Скором у Петра Первого, у него всегда есть компания, с которой он обсудит. Плюс разного рода тайные советники, Верховный совет, ещё там какие-то заседания, коллеги. Скором у Ивана Четвёртого, Дунский совет. Понятно, в Советском Союзе Сталин без политбюро, без СК не решал вопросы. Все вопросы, они серьёзные вопросы принципиальные, они прошли через политбюро, через центральный комитет, через съезд партии, Совнарком и так далее. Какие-то вопросы, особенно срочные там военные, ну, конечно, решаются в таком порядке. Или известно, что, скажем, у Сталина была способность сразу схватывать суть дела и сразу формулировать решение, диктовать. То есть обсуждается вопрос. Все выступили, проголосовали и Сталин тут же, шагая по габинету, формулирует резолюцию или формулирует решение. Решение – это очень трудное искусство. Вот товарищи были на РКР, они знают, как трудно составить резолюцию. Там сначала пишут несколько человек, проект резолюции, потом все записали, потом читают, потом у кого какие подправки и начинают, что там от первоначальной резолюции остаётся, дай бог, половина. Почему-то, что это трудная вещь – сформулировать важные вещи кратко и точно. У Сталина была такая способность. Ну и у него одного только, но у него очень ярко выражено. Поэтому сразу диктует решение. Не понравилось – станет, скажет, что тут надо по-иному. Вот и всё. Но так, чтобы это без обсуждений в каком-то кругу, значит, людей толковых не обходились никогда ни цари, ни генсики, ни кто-то ещё. Поэтому не понимаю даже, почему он ставит так вопрос. Я уж не говорю о том, что он оскорбителен для народов, живущих в России. Вот они им всё равно. У них, что царь сказал, то и поехали. Ну и так далее. Поэтому нужно чётко знать понятия. Когда у вас есть понятия, вы эти вещи отфутболиваете, всяких Радзиховских и прочих. Итак, государство. Что такое государство? Государство – это что такое? Государство – это власть господствующего класса. Можно и так сказать. Просто, да. Власть господствующего класса. Или диктатура господствующего класса. Или это машина в руках господствующего класса для поддавления подчинённых классов. Всё. Никаких других тут мнений, сомнений нет на эту тему. Теперь. Форм этого государства – всего три. Скажем, основатели теории государства Платона и Аристотель, они выделяли три. Настоящие формы государства, действительные формы государства – это монархия, олигархия, аристократия, демократия. Демократия. Сейчас я поясню. Не надо поправлять учителей. Значит, и демократия – три действительных формы, и три извращённых, извращения этих форм. Значит, извращением монархии является тиранией. Что значит извращение? Это значит, что подлинная монархия, она всё-таки работает в интересах народа, нации. А тирания, она использует власть фактически в личных интересах. И тем более методами жестокого принуждения антинарода. Аристократия – это, да, ну вот нужно было появлять поправку сделать, что монархия – это власть одного рода. Не лично Николая II, а власть Романовых. В данный случай подвернулся Николай. Николай вот отрёкся, он не имел права делать это, но всё-таки передал власть брату. А брат отказался. Власть принадлежит роду вашему. Теперь вы не имеете права передавать кому-то власть, тем более не вашему, тем более не по прямой линии, как по закону положено. Вам Господь вручил, вы её берегите, защищайте до последней капли крови. А вам же власть – это не футбольный меч. Захотел – значит, держишь, захотел – отдал другому. Это ж серьёзная вещь. Я уж не говорю о том, что ты бежишь от судьбы, а даёшь себя в руки судьбы. Всё, твоя жизнь на этом закончена. Да, аристократия – это власть нескольких родов, нескольких аристократических родов. Ариста – это лучший, богатый, это люди чести. Не буду распространяться, что честь меняется на власть там и так далее. Каша в их сословии такая вот постоянно идёт, постоянно дерутся роды между собой. Поэтому эта форма власти неустойчивая. Пока они какому-то одному роду не отдадут, не успокоятся. У нас характерная вот была семья боярщик. И вот это была смута. 12 лет чехарды. И в результате власть захватили «Прохвосты» Романова. Ну что? «Прохвосты» – самый настоящий. Святые. Значит, написал наш автор «Народной правды». Очень религиозный человек Николай Михайлович Коняев. Всерьёз религиозный человек. Написал книгу «Подальная история Романовых», где показывает, откуда они явились из Германии. Некто кобыла приехал в Россию в своё время. Я до него думал, что они какие-то кровные родственники Рюриковичей. Оказывается, никакой кровной связи там нет. Это была их сестра замужем за Рюриковичем. И всё. То есть, они даже незнатные. И он показывает, что так они проходимцами и были всю историю, вплоть до последних царей. То есть, русской крови там иногда было около 25%. Ну, по-моему, ещё меньше, по-моему. Теперь пресекли две династии. Две династии. Иван и Петра. Да, да, да. Причём, именно убили царевичей, царя Петра III и Ивана Антоновича, фактически, тоже царя. Ивана VI. Ивана VI. Да, VI. Ивана VI. Да, ну и так далее. Не буду распространяться на эту тему. И святым выставляет вот этот вот коняев. Мне кажется, совершенно несправедливо, что, мол, вот он, в нём вообще меньше русской крови, но зато он самый русский по духу. И вот, наконец, святой царь. Святого царя Моимея. Ну, как же Николай II, да, святой царь у него получился. Ну, вот я его встречу. Я его иногда встречаю. Вот там, в одном районе же. Николай Михайлович, дорогой. Он бросил царство. Он армию бросил. Отрёкся от Бога, значит. Не исполнил указания Божья. Как вы его в святые можете внести? Только застрадание? И этого как-то мало. Да, ну и так далее. Значит, демократия. Демократия, вот, грамотные-то люди сразу меня тут на этом деле поймали. Шамал Александр Сергеевич, демократия, что-то вы тут не то говорите. Это я не то говорю, поскольку делаю так, чтобы не путалась мысль ваша. А вот теперь разъясняю, в чём дело. Значит, третья форма. На самом деле у Аристотеля называется полития. Полития – это такая гармоничная форма, в которой избирается один, но признаваемый аристократией, уважаемый избираемый народом. Ну, всё сошлось, вот почти как у нас Владимир Владимирович. Да, правда. Правда. Вот что-то говорят, что рейтинги его падают. Только злые языки. Злые языки говорят, что падают. Но это можно и проверить по рейтингам. Они действительно падают. И они падают после пенсионной реформы. И, конечно, это нужно быть большим лицемером. Значит, поставил национальные проекты только в мае. И вдруг летом нужна пенсионная реформа. Причём ни два, ни три года накинул, как надо было бы разумному правителю. А сразу бух пять лет. Причём, если вы помните, не забыли, сначала было восемь лет для женщин. Восемь лет сразу накинули. Но я моих женщин сразу успокоил. Успокойтесь. Это для того, чтобы набугать сначала, а потом три года отнять, и женщины будут счастливы, что они добыли только пять, а не восемь лет. Да. Ну и, конечно, после этого пошла волна. Причём эту пенсионную реформу они начали двигать, продвигать с девяносто пятого года. В девяносто пятом году я в газете «За рабочее дело» написал такую погром... Это был инициатор Греф. Я написал против него погромную статью. Ну, не только от моей статьи, ещё там были выступления против, и они тогда успокоились. Потом ещё раз выступали, не помню, уже где-нибудь в начале, в конце девяносто-х. Вот. И вот, наконец, высунулись. Причём, я думаю, что для этого много подтасовывали демографию последних лет. Потому что у нас длительность жизни теперь стала там чуть ли не 72 года. Это в Советском Союзе она была почти 72 года. Да, усилия такие были потрачены. Причём, эти усилия, тоже время не буду на них тратить, но я думаю, что эти усилия имеют вредное дно. Не буду на это время тратить, если кому-то будет интересно, потом расскажу. Значит, полития – подлинная форма, действительная форма. А её извращение – демократия. Почему демократия не нравилась всем теоретикам? Потому что они из аристократии. Поэтому демократия им не нравится. Почему? Потому что демократия, она почти доходит до крайних форм. То есть, бей богатых. Вот. Поэтому они считают, что демократия – это извращенное государство. Она… Демократия не любит богатых. Она всё время выступает против богатых. Да, тут я столкнулся с мнением профессора Острецова. Не слышали такого в интернете? Который говорит… Так, вместо дела мы говорим. Элиту вообще надо уничтожить. Прям так. Я думаю, что это как-то перебор. Не надо уж уничтожать всю элиту. Мы её исправим в тюрьме. Добрый вы! Демократично надо всё-таки действовать. Что такое элита? А? Элита что такое? Да. Хороший вопрос или нехороший? Хороший. Да. Вопрос. Вопрос. Что такое элита? Элита – это генетический материал в животноводстве и растении в водстве. Качественное зерно, качественные особи – это вот элита. Элитные сорта, говорят. Эти обороты, они перенесли это понятие на людей. Что вот есть люди такие дворные. Но даже по отношению к Западу это как-то сомнительно, очень сомнительно. А уж у нас элита. Лучше элиты. Но аристократы этим живут. Это их главная мысль. То, что у них голубая кровь. Нет, это есть аристократы. Это понятно. У них не голубая кровь. Они люди честь и достоинство. И они поэтому, как всегда, богатые. В силу того, что у них честь, достоинство. Оружие, кстати сказать. Вот это самое главное. Да. Они богатые, достойные. Теперь, поскольку воспроизводятся через много поколений, они рослые, красивые. Поэтому Платон говорит, женщина должна быть высокой и скромной. Высокой и скромной. Значит, генетически. Она всегда высокой. Скажем, если вы посмотрите. Ну, вот нынешние какие-то вы рожденцы. А англичанки эти, невестки, что-то тут и подрались. Я не успел посмотреть анонс. Видел? Ну, не посмотрел, как там они подрались. А скажем, если посмотреть старые дворянские роды. Там мужчины метра под два и женщины метра под два. У испанского короля отца, он сейчас ушел в восстанку, сыну отдал пост, трон. Он сам два метра пять сантиметров. И жена у него, Ольга, русского происхождения, девяносто девять сантиметров. Ну, вот это я понимаю. Вот это женщина. Метр девяносто девять. Метр девяносто девять. Ну, понятно, что это девяносто девять. Если не ошибаюсь, этот рот, он там больше тысячи лет. Да, они древние. И они всегда выбирают здоровых мужчин, красивых женщин. Ну, и получается уже два с половиной метра. Ну, конечно, он красавец-мужчина. А у Оля это вообще шелева. Особенно, видимо, в молодости была. Вот, поэтому все там с этим нормально. А в демократии этого не получается. А наше вот это насядство, оно вышло из плебеев. Мягко говоря. Да. Из демоса, из демоса. Вот, скажем, этот вот. Хоть Гайдар дедушка, хоть Баженов дедушка, они из плебеев, из, так сказать, народа. А уж откуда они взяли это Мурло Егора Тимуровича? У него на физиономии написано, что он деградант. Что это не лучше элитное зерно, а это какие-то отбросы генетические. Поэтому и помер он 53 года. Ну, я подумал, что Россия тут. Да, да. Или Чубайс. Смотреть неприятно на него даже. А не говоря уж слушать его надо. Все эти древние рода, древние аристократы. Это все потомки воинов. У них там не было такого, что они как-то на другом поприще себя проявляли. Поэтому это все бывшие бойцы, военные командиры. Значит, вот демократия. Это рядовые роды. Роды, у которых нет родословной. И роды короткие. Скажем, у каждого из нас, я думаю, роды короткие. Вряд ли у кого-нибудь род шесть поколений помнит кто-нибудь своих. Или есть такие? Шесть поколений, знаете, предков. Нету. Почему? Потому что мы как раз из Демаса. Мы из простых людей. И у нас нет ресурсов там хранить данные свои. Родословные. Сейчас компьютеры. Я думаю, эта задача обличена. И жизнь стала поспокойнее. Поэтому сейчас будут вот эти родословия накапливаться. И Демас тоже получит свои вот эти роды. Кстати, такая тенденция была в СССР. Значит, ну, как-то свой род помнить. И хранить память. Значит, ну, какой бы ни была форма государственного устройства, нет у нас газеты-то, бумаги-то. Профессор есть в чем? Сущность любого государства всегда одна. Какая это сущность? Властью является какой-то один класс и в этой демократии, и в этой аристократии, и в этой монархии. Рабовладельское государство, рабовладельское по сущности государство. По форме оно может и монархией быть, и демократией быть, и аристократией. Просто демократами являются рабовладельцы. Они просто мелкие рабовладельцы. Они тоже рабовладельцы, тоже господствующий класс. Но мелкие. У них там не десять, не двадцать, не сто рабов тем более. А там, ну, два, три, да. Мелко там обслуживают их. Но они уже господствующий класс, они уже имеют права. А если ты приехал, или если тебя захватили, или если ты не от того рождён, ты прав не имеешь, ты не гражданин. В лучшем случае, ты какой-то тут, значит, свободный болтаешься. Или гость, или что-нибудь в этом духе. Моли Господа, что не раб. Раб, говорит аристократию совершенно верно, это говорящие орудия. Кто такой раб? Раб – это орудие, но говорящие. С рабом можно завести товарищеские отношения, поговорить. Но он всё равно остаётся рабом. Причём, аристократию подчёркивает, раб – это раб по природе. Вот он по природе такой, что он раб. И когда смотришь вот нынче на народ, иногда думаешь, да, вот человек, он раб по природе. Кто смотрел фильм «Завод»? О, люди культурные ходят в кино. Как вам, понравился фильм-то? Да. И вам понравился? Много понравилось, кое-что нет. Да. А вот мне не понравилось. Но кое-что, не кое-что, а даже плохое произведение, да, его можно использовать в хороших целях. Вот для преподавания, например. То есть показывать, что там нехорошее, учиться на этом. Вот. Нехорошее там то, что работают-работают мужики на заводе, им не заплатили, значит, зарплату там за несколько месяцев. Что делать? Давай вооружаться, давай создадим, арестуем этого директора, потребуем у него бабки, привезем сюда, он деньги отдаст, и мы будем зарплатывать. Но это глупость, наив. Я думаю, во-первых, в жизни такого не было и не будет, слава богу, в России. Во-вторых, если даже будет случается, это кончится тем, чем и кончилось. То есть их обманули, расстреляли, что? И намного раньше, чем фильм и кончилось. Да, да, да. Значит, постреляли и сами они разругались, еще и друг друга постреляли. Вот и весь бунт. Это в России, которая сделала три революции, которая создавала профсоюзы, которая дошла до высшей формы Советов. Это только идиоты так и могут сделать. И режиссер Тарич Буйков, который сделал неплохой фильм «Спящие». Ему надавали демократы по щекам. Он испугался, говорит, все, ухожу из кино, больше не буду заниматься. Ну и теперь. А теперь, видимо, одной волосы денег-то нету. Надо работать, что-то делать. Вот сделал эту штуку, которая говорит о том, что не надо бастовать. А то вас вот застрелят и все. И вся ваша борьба на этом закончится. И правильно. Не надо. Так же, как не надо давать на улице автоматы. Тебя милиционер увидит с автоматом, значит, или зарестует, а будешь сопротивляться – пристрелит. Вот и будет прав. Не надо ходить с автоматом по улице. Автоматы дают только в организованные руки организации. И это вот на митинге в девяносто пятом году кто-то, значит, там, вот, дайте нам автоматы. Ну и так загудели тут. Я так приподнимаюсь на камешек, достаю бумагу, рожку. Так, кому автомат нужен? Подходите. Подходят. Я говорю, так, куда вам привезти? Адрес давайте. Не, не надо. Вот и весь разговор об автоматах. Не надо автоматов никаких. Это только болтовня у тех, кто говорит, что давайте нам автоматы. Болтовня. Когда надо будет, автоматы найдутся, найдется организация, которая выпишет, номер запишет. Кому, куда и так далее. Все будет нормально. Так что, фильм, конечно, он не хороший. Так что, но… Он отразил действительность. Ничего нет, он отразил какую-то немножко сторону. Он отразил, да. Теперь, хорошо, что сама эта тема прозвучала. А, почему я на этот фильм попал-то? Вот он там лидер, это говорит другому. Ты раб! И правильно, он ему говорит, что он раб. То есть, психология у него рабская. Вроде он живёт в 21 веке в буржуазном обществе, а психология рабская. Ну, и от чего мы должны отойти? Это, конечно, вот от сознания такого, ущербного. Я не говорю рабского, а хоть и ущербного. Чтобы отойти, нужно понять. Вот отчасти, значит, те, которые я дал, и закончу. Феодальное общество, диктатура феодалов. Там монархия, аристократия, демократия в республиках. В Лоренции, других там итальянских республиках. Кстати, там города коммунные в Лоренции были в средние века. У нас Псковская, Новгородская. Редко, но были. Теперь буржуазная. Опять монархии мы имеем, опять демократии мы имеем, опять аристократии мы имеем. Правда, монархия, она фигуральная, украшательство такое. Приятно, конечно, что бабушка там выйдет на балкончик в день рождения, помашет платочком. Придём мы с дочерью. Я скажу, будешь хорошо учиться? Гарри вот на себе женится. Видишь, принц какой красивый. И она уже себе там на ус намотала, будет стараться хорошо учиться и так далее. Но дело-то она не решает. Хотя, скажем, будет какой-то кризис. Никому вроде ничего нельзя передать. А на этот случай есть монарх. Монархи что-нибудь решит, скажем, заменит. Премьер-министр может ещё что-нибудь, может на себя какие-то функции возьмёт. И так далее. Поэтому в современном государстве на самом деле остались две формы. Демократия и фашизм. Откровенная, открытая террористическая диктатура. Почему? Потому что аристократии, они тоже как-то из себя изжили. И не видно их на горизонте. Монархи и такие украшения. Остались демократия. Но если они попадают в ситуацию кризиса и не могут справиться с проблемами, они приходят к открытой террористической диктатуре. И нынче, время от времени, то там, то сям, значит, эти диктатуры возникают. Но Америка, она, хотя у себя не использует эту форму, значит, для других запросто не задержится. Вот не на секунду. Вот вам ближайший случай. Венесуэла. То есть, только там что-то Мадуро немножко, значит, в сторону шаг сделал. Всё, он не законный избранный. А законный, вон, Гойдо. И будут давить теперь, пока не добьются своего. Хотя, может быть, на этот раз и не получится у них. Почему? Потому что, с одной стороны, Мадуро занял жёсткую позицию, как и в Сирии. В Сирии давно бы его уже убили, если бы он сдался. Он не сдался, поэтому шесть лет он ещё живёт. И, даст Бог, будет жить. Так и Мадуро. Хотя, накат очень сильный. Но Мадуро, значит, сам сильный. С другой стороны, поддержка сейчас у него и Китая, и России, и некоторых латиноамериканских стран. Поэтому, ну вот он держится. Пусть ему повезёт, пусть он одержит победу. Значит, тоже три формы. А сущность одна – это диктатура буржуазии без исключений. Ни их исключений тут нет. У власти всё равно буржуазии. Хоть у нас сейчас, хоть Зюганову власть дадут. Не вижу разницы. Да. Всё равно это будет буржуазное государство. Ну и в Советском Союзе, значит, мы имеем такую форму и сущность государства, которая является противоположной по отношению другим. Значит, по сущности, это диктатура рабочего класса, пролетариата, работающих, тех, кто занят на основных средствах производства, и органы власти, которые формируются самим этим классом, и функционируют представители этого класса. Причём, надо сказать, что такой чистой она была до 1936 года. В 1936 году Конституция, которую называют Сталинской, принята 5 декабря 1936 года, она перевела выборы и стало быть формирование Советов с предприятий на территорию. То есть избирательные округа стали территориальными, так же, как и на Западе в парламентах. Поэтому они по названию и в значительной мере по сущности были диктатурой пролетариата, а по форме – это парламент. И ещё слава Богу и слава Сталину и партии, что государство так долго держалось с отрезанными корнями, корни так долго отсыхали, и буржуазии нанесён был мощный удар, так что она не могла уже быстро, значит, родиться с новой силой. Но в 90-м, в начале 90-х, в конце 80-х она уже родилась. Ну и теперь по функционированию демократии. Зря товарищ Питер Майер говорит, что управляют пустотой, и что размывается западная демократия, и что правительству, государству теперь демос не нужен. Государство, правительство, оно теперь имеет дело с экспертами. И журнал этот называется «Эксперт», который я время от времени читаю, как один из таких лучших аналитических и информационных журналов. В чём дело? Дело в том, что это извечная проблема демократии – соотношение исполнительной и законодательной власти. Когда буржуазия приходит к власти, она приходит к власти сначала как законодательная, и законодательству, скажем, французский конвент. Пришёл, монарх разогнал, учредил демократию такую пышную, но поработал-поработал, законы создал, старички ушли на пенсию, к власти пришли молодые, за это время бюрократы окрепли, огляделись, и исполнительная власть потихонечку изымает власть от законодательной и правит на неё, обращая мало внимания. Даже в Советском Союзе, значит, Советы сначала взяли власть, вся власть Советом передали, но потихонечку начала расти бюрократия. А Советы посидели-посидели, скучновато сидеть, решают всё специалисты, они тут только голосуют. Значит, там были форумы, даже рабочие заставляли контролировать разные управленческие организации. Вот придёт мужик с предприятия в министерство, ему тут с уваженницем, вот вам, значит, столик, вот вам креслица, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Вот он, все заняты работой, все сидят над бумагами, а он сидит, ему делать-то ничего. Сидит час, сидит другой. Ему скажут, Иван Иванович, чайку не хотите? Хотите, вон чайник, вон там в туалете вода, сбегайте, да поставьте. Он раз сбегал, да поставил, два сбегал, да поставил. Потом стал обслуживать, значит, персонал. Чаёком готовят, потом за бутылкой сбегают, потом ещё чего-нибудь и так далее. Поэтому это большая проблема. Даже в Советском Союзе это была проблема. Они посидели-посидели, в конце концов, этот институт отставили. Но и во всём мире так. Правит бюрократия везде. Но поправила бюрократия, и народ от неё отстал. И она тоже сама по себе ослабевает. Тогда поднимается какой-нибудь майер, ой, говорит, что делается, демократия размывается, гниёт. Надо что-то делать. Вот скоро появятся статьи, что товарищи, народ что-то у нас не активен, не участвует, на выборы не приходит. Вот закончились выборы в Эстонии. Следили за выборами в Эстонии? Не следили? Это вы не следите, потому что у вас нет своих людей в правительстве Эстонии. А у меня есть такой человек. Что-то мне вспомнился один студент мой старый. Раева Пальмару из Эстонии он был. Такой талантливый парень, но с таким буржуазным уклоном. Это было в конце 80-х годов. И я вдруг вспомнил его. Думаю, интересно, а он же толковый парень. Наверное, карьеру там сделал. Дай-ка наберу. Набираю Пальмару. Бэмс! Министр культуры Раева Пальмару. Значит, попал в аварию. Заснул за рулем. Скатился в квит. Думаю, да, видимо, поддал на даче. Поехал домой, попал в квит. Открываю еще одно. Значит, вызвал средства СМИ. Они что-то там ему не так сделали. Он их там отругал и выгнал с заседания. Вот сейчас прошли выборы. Не знаю, там победила. И в партии сохранит там свой пост или нет. Да. Так вот, им не нужна явка. У них нету, что должны 50% избирателей прийти на выборы. Сколько придут, столько и ладно. Но так же и у нас было, вы уже не помните, в середине 90-х. Значит, у нас был порог явки 25%. Почему 25? Потому что буржуев было процентов 13. Буржуи все придут за буржуазию проголосовать. И проголосуют как надо. Поэтому и было 25%. Пришли эти 13%, определили, значит, голосование. Почему? Потому что из 26 пришедших, значит, 13% они всегда наберут. То есть, никого этот демос не интересует. Я уж не говорю, что им манипулируют. Но это из общей философии, я думаю, мои коллеги вам показали, что раз мы живём в буржуазном обществе, сознание общественное у нас буржуазное. Поэтому даже товарищи представители рабочего класса, те же рабочие с завода, они придут и проголосуют по буржуазному. Я уж не говорю о том, что если даже они проголосуют за Грудинина или Зюганова, это не изменит положение, потому что они по названию коммунистической партии, а по сущности они мелкобуржуазные партии и мелкобуржуазные деятели. Поэтому ровно ничего не изменится. Поэтому наша буржуазия – она самая эффективная, самая современная. Поэтому она растёт быстрее, чем где бы то ни было. Мы уже занимаем третье место в мире богачам, миллионерам, миллиардерам. Есть чем гордиться. О, сколько мы производим. Воруют у нас по 30 миллиардов на рубли, а в долларах – это сколько? Ну, где-то 300 миллиардов. – 300 миллиардов или 30 миллиардов? – Нет, миллионов. – А, в долларах? – Да, в долларах. – 30 миллионов. – Ну, на 60, чем? – 50. – Сколько? – 500 миллионов. – 450. – А, на 50 вы делите, да? Ну, вот. Неплохо? – Нормально. – Хорошо. Главный редактор московского «Комсомольца» разводится с женой. Не могут поделить 30 миллиардов рублей, имущество на 30 миллиардов. Ну, конечно, не поделишь. Это хоть жену убивай. За такие деньги тут пять жен убьёшь. Спрашивается, откуда у тебя, у редактора газеты, 30 миллиардов рублей? – Наработал. – Написал. – Иначе. Ну, и ещё одна темка, которая звучит и на которой много обманывают, в том числе и в этом фильме, он спрашивает начальника. Справедливость есть? Есть справедливость, да? – Вы у меня спрашиваете? – Да. – Нет. – Есть? – Есть, но начальник ответил – нет. – Начальник ответил – нет. Теперь, раз они подняли такой бунт, фактически пошли на преступление, причём коллективное, оно ещё жёстче наказывается. То есть, они тоже считают, что справедливости нет. – Нет. – А вы лично как думаете? Справедливость есть? – Конечно. – Поясните. – Обоснуйте. – Какой вопрос. – Философский. – Да, это вопрос. – И это вопрос суперфилософский. Почему? Потому что, как объясняют Платон и Аристотель, И теперь, вроде бы, понятно всем, справедливость, она лежит вообще в основе государств. И главная забота – это чтобы государство было справедливым. Поэтому у Аристотеля две книги по этике, и одна книга называется «Политика». Они все посвящены политике, потому что эти эти работы, они тоже, ну, фактически политические, просто… И там его этика тоже? Да, большая этика, и не Камахова этика, а не по этике. Но этика у Аристотеля, она раздел политики. Почему? Потому что она занимается гражданином, воспитанием гражданина. Это политическое дело, ответственнейшее дело. Поэтому и там справедливость обсуждается. То есть это важнейшая вещь. Но вот в нашем государстве как-то особо не слышно про справедливость. Так все справедливо, чтобы не было. Да. Обсуждать в этом пределах. Вот. И внушают, что справедливости нету. И народ, судя по этим рабочим, уже смирился, да, что справедливости нет. Ну и что делать? Ну жизнь такая. Начальник отрицательный персонаж, как раз можно понять так, что… Так и рабочие тоже считают, что справедливости нет, что справедливость можно… Вы задавали вам вопрос, что на виду справедливость вообще ли есть или в этих… Вот я вам даю свободу, пояснить нам, хоть в кино, хоть вообще. Я так понял, что вы про вообще говорили. Я говорил про конкретную ситуацию. Про на заводе. Да. Да. А в жизни вообще? Она возможна, да. Например? Например, вот то, что мы изучаем, например, организация для государства для власти большинства – это более справедливо. Да. И не по-христиански. Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Ну это и атеист, то есть… Ты атеист, но законы морали у нас, они имеют православную предысторию, да, и мы как бы православную, христианскую. Но всё равно мы в России как-то больше православные. Может, вы… Ну да. Может, вы этот самый… В тексте, так сказать. Лютеранин. Ну, всё равно… Людей, да. Суббота мировая. Наконец-то мы его раскололи. Да. Или, скажем там, ислам. Он как-то немножко по-другому. А в православном и так. Да. Что? Справедливость, конечно, есть. Справедливость – основа мироздания по Платону и Аристотель. И это правильно. Мы живём, исходя из… Вот повседневно, общаясь с другими людьми, тем более с родственниками. Исходя из того, что справедливость есть. Иногда по отношению к нам её нарушают. Иногда нарушаем мы, но мы сознаём и видим, что нарушают по отношению к нам. Ну, иногда возмущаемся, иногда прощаемся. Нисходительно к этому относимся. Тем более к себе, да. Ну, это ж не у меня украли. Это ж я украл. А у тысячи рублей. Я одну статью недавно прочитал. Ну, так. Там, соответственно, создался такой момент, что и красные, и белые воевали в войну за справедливость. Красные воевали за более справедливость. Спасибо. А белые за несправедливость, которую красные к ним проявили. Понятно. Спасибо. Хороший вопрос. Он в тему. В тему. Поэтому, как раз и момент перейти от примеров и мнений, что мы думаем на эту тему, да, к определению сути дела, к понятию. И тогда будет ясно, есть ли она, что оно такое и как её использовать. Так вот, Аристотель определил. И, в общем, это используется до сих пор, особенно в обыденной жизни. Запоминайте. Справедливость есть некоторое равенство, но для равных. То есть, когда мы поровну поработали, и нам поровну заплатили, но управляли. Во-вторых, справедливость есть также некоторое неравенство, продолжает Аристотель. Неравенство, но для неравных. То есть, если мы не поровну поработали, и нам не поровну заплатили, то это нормально, да, нету проблем. Проблема возникает тогда, когда я-то поработал побольше и думал, что мне заплатят побольше, а на самом деле мне заплатили поменьше. Или, по крайней мере, столько же, сколько неработавшему или малоработавшему. Вот когда возникает несправедливость, ощущение и понимание, и борьба с таким положением. Но это Аристотель. А у него еще есть одна сторона юридическая. И он совершенно правильно говорит вслед за Зеноном. Справедливость есть в соответствии с законом. То есть, если за какое-то деяние вам положено смертный крест и вас расстреляли, то это справедливо. Получите. Кто закон написал? Кто закон написал? Кто закон написал? Это уже друг друга. Кто закон написал, господствующий класс. А вот, видите, у всех своя справедливость тогда будет. Справедливость она у господствующего класса. Закон идолкового. Пока, пока, пока. Значит, соответствии с законом. Или провинились вы на 5 лет и вам дали 5 лет, это справедливо. Принято. Уже закончить надо эту мысль. Значит, неравенство, соответствие закону, то есть, все, что делается по закону, это справедливо. Закон суров, но он закон. И поэтому предполагается априори, что он справедлив. Другое дело, что он чем-то вас не утворяет, боритесь за его изменения. Это ваше право. Но пока закон есть и вас осудили или вам дали по закону, это справедливо. С этим надо согласиться. Это Аристотель. К сожалению, в советское время социологи и экономисты остановились на формуле Аристотеля, немножко её переформулировали, и забыли, отставили в сторону марксистское понимание справедливости, которое в СССР так нам преподавали, я говорю, немножко усовершенствовав Аристотеля, но всё-таки недостаточно. Справедливость есть мера неравенства допускаемого обществу. Что такое справедливость? Справедливость – это мера. И это правильно. Мера неравенства допускаемого общества. Потому что она мера, а она и осозналась в древности как что-то важнейшее. Скажем, берите вы любого из семи мудрецов, и вы у него встретите формулу – следуй мере, делай всё по мере. Эти мудрецы, они не столько мудрецы были, но, как правило, основатели государств, городов государств. Почему? Потому что они вот это понимали. И народ понимал, что они понимают это. Мера равенства и неравенства – они её знали. И говорили – делай всё по мере. То есть не прижимай очень, но и не награждай лишним. По мере всё делай. И вот этой мерой социологи высчитали так называемые децильные коэффициенты. Дециль – 10. Это отношение 10% доходов самых богатых людей к доходам 10% самых бедных людей. В Советском Союзе он был 4,5. В Швеции – 4,5. В Европе – 6,7. В Америке – 9. Сейчас в Америке – около 10. В Европе – около 9. У нас по данным Медведева за пятый год – 16. Я думаю, что он в то время был неискренен. А сейчас, ну я не знаю, раз в 30. То есть у нас несправедливость вопиющая. У нас зарплата составляет 10% от стоимости рабочей силы в основном. Почему? Потому что товарищи не борются. А если борются, то сразу за автоматом. А за автоматом сразу по шапке и будь здоровым. Да. Значит, вот так было в советское время. И я единственный, по-моему, правда, это Михаил Васильевич меня подтолкнул, написал статью в журнале «Диалог» 1988 год. Это мы с Сергеем тут занимались, я принёс. «Справедливость вчера, сегодня, завтра», где я делаю простой вывод, что вот против уравниловки выступают все, особенно академик Татьяна Ивановна Заславская. Вот она уравнила, угромила, критиковала. И я говорю, ну это, конечно, тенденция уравнительности есть в Советском Союзе, это верно, в некоторых областях, отраслях и так далее. Но вот против разделиловки почему-то никто не выступает. Татьяна Ивановна, вы же знаете, что в СССР миллион миллионеров. Чего вы против этого не выступаете? А против этого они не выступали, потому что Заславская, она была выразителем интересов буржуазии. Она занималась буржуазной социологией, поэтому она так и выступала. А я выступал за паралитариат, поэтому так и выступал. Но для паралитариата этого мало. Точка зрения паралитариата – перерыв. Ну ладно, да. Паралитарскую позицию рассмотрим после. Отдельно. Вот в советское время этот вопрос как-то затушевывался. В то время, как существовало Энгельсовское разъяснение и новое понимание, и истинное понимание справедливости. Жаль, что нет доски. Значит, справедливость – это существующие и вознесённые на небеса, выражается Энгельс, можно сказать, вознесённые в идеологическую, в идейную сферу, существующие экономические отношения. Экономические отношения. Рассматриваемые либо с консервативной… Так, это правый консерватор – это правый. Либо с консервативной, либо с революционной стороны. Справедливость – это вознесённые на небеса существующие экономические отношения, то есть буржуазные. И рассматриваемые либо с консервативной, либо с революционной стороны. Почему? Потому что товарищи, которые 30 миллиардиков-то приобрели, им кажется, что всё справедливо. Особенно до того, как их арестовали. Они же умные, энергичные, они же много работают. У них же 10 телефонов, 20 секретарш, всех надо кормить. Поэтому, если они имеют 30 миллиардов рублей, то это справедливо. И даже я считаю, что, конечно, справедливо – столько народов кормить. А Казёнов – ему хватит и 40 тысяч. Он – простой профессор. Ни черта не делает. Придёт, поболтает со студентами и опять домой. На диване там лежит, телесос смотрит. 40 тысяч с него за глаза. Но это всё-таки Казёнов. А некоторые энергичные люди, они получают не 40, а 20 тысяч или даже 15. С какой стороны они будут смотреть на эти экономические отношения? С революционными. Они не любят коммунистов, не любят революцию, хотят покою и так далее. Но их жизнь заставляет смотреть на экономические отношения с этой стороны. И вот в кино нам показали, что они уже доведены до такой степени, что готовы взять оружие в руки и пойти. Но пойти – это хорошо. Почему? Потому что их пристрелят, потом покажут по телевизору, как пристреляют таких идиотов. А другие напугаются и уже не пойдут. Хотя им будут платить уже по 10 тысяч. Может быть, они подумают, как это все. А вот это развитие мысли. Противоречие, видите, и она находит выход из противоречия. Что другие подумают, что, может, не стоит автомат-то брать. Может быть, сначала все-таки профсоюз организовать. Написать требования культурных. Но про это фильм не снимут. Почему не снимут-то? Не снимают. Сейчас снимут. Вот я думаю, надо бы нам собраться и поручить, товарищ Тюленеву, такой фильм создать. А он тут тоже ерундой занимается. Сидит, нас уковыряет, снимает фильм дежурный. Вместо того, чтобы творческий фильм сделать. Так сняли про РКР уже. История РКР. Ну вот, вот уже, видишь, подвижка уже есть. Так. Кому что неясно со справедливостью? А что там про небеса? С справедливостью все ясно, с небесами не порядка. Ну ладно, я про небеса пояснил сразу. У Эдгельсов небеса, я говорю, в идеальную сферу, в идеологическую. Идет спор между теми, кто получает 40 тысяч, кто получает миллиарды. Вот они и дискутируют. Березовский, Арашуков говорят, что справедливо. Я говорю, вот у нас есть 40 тысяч. А у Каденова, значит, 40 тысяч. А у этих 30 миллиардов. А я говорю, наоборот. Это несправедливо. Справедливо было бы, когда я получаю 40 тысяч. А вы, может, действительно работаете в два, в три лучшее, в менее раза. Вы молодые, энергичные. Но вы получите, ну, в три, в четыре, но в пять раз больше, чем Каденов. Но на больше вы не наработали. В пять раз больше, чем Каденов, вы не сделали. Подвеск – это равные возможности. А? Равные возможности у всех. Да, возможности у всех равные. В Советском Союзе были. Кому что не ясно со справедливостью. Да. Ну и поставлю теперь жирную точку. Значит, по Марксу, Энгельсу, Ленину, Сталину. Мы выступаем за равенство. Нас в справедливости интересует равенство. Мы считаем, что подход был, должен быть, и он был при коммунизме. Значит, равенство всем. Равная плата за равный труд. Всё. Будь ты хоть женщина, хоть мусульманин, хоть китаец, хоть ты кто. Ты заработал, норму выполнил – получи тысячи рублей. Перевыполнил на один процент – получи премию. На два процента – ещё больше премию. На три процента и так далее. За полное равенство. Но Маркс, Энгельс, Ленин понимают также, что это не может быть какой-то константой. Вот скажем, сейчас всех уравняли, все одинаково работают, поехали, засекаем время. Через год окажется, что одни побольше отработали, другие поменьше, третьи вообще не работали, четвёртые изобрели что-то и не работали, но сделали много. И так далее и тому подобное многообразие. Поэтому это равенство, оно приходящее. Неравенство возникнет, если это всё отдать на самотёк. Поэтому наша позиция заключается в том, чтобы уничтожить частную собственность на средства производства. Чтобы когда не будет частной собственности на средства производства, тогда вот эти отношения равенства, они будут сохраняться естественным путём. Путём регулирования государством зарплат и сделанного. Хотя тоже в наше время, не в наше, а в Хрущёвско-Брежневское этот механизм разбалансировался, значит, и уже работал неудовлетворительно, конечно. И была тенденция уравнительности, и была тенденция разделиловки, и не было понимания, что потребительная стоимость лежит в основе нашей социалистической политэкономии. О потребительной стоимости я думаю, что вам пояснил Михаил Васильевич или Галко. Пояснили потребительную стоимость? Так что всё равно всё надо регулировать. Но во всяком случае, когда средства производства общие, тогда равенство, оно достижимо реально. И справедливость достижимо реально. Но и без этого справедливость осуществляется в мире. Мир держится справедливостью, справедливость есть в мире. И если вы делаете что-то не так, не по закону, вам вот здесь это каким-то образом возмещается. Как и говорит Евангелие, да? Господь вас хранит, когда вы следуете Божьему закону или десяти заповедям. И Он вас не хранит, когда вы не следуете. А что значит не хранить? Не хранить – это значит, вы наступили не туда, вам по затылку. Бог, кто наблюдателен за собой, тот это видел, я думаю, часто. Извини, сейчас договорю. Скажем – не убей! Это принцип всех религий. Одно из главных положений религии – не убей. Почему? Потому что если ты убьёшь, ты возбудишь кровную месть, и тебя убьют. И, казалось бы, везде записано – в уголовный кодекс внесено. Значит, вроде бы разъясняют много, всё равно убивают. Почему? Потому что закон есть как нарушаемый. Если бы законы не нарушались, они бы были не нужны. Всё время убивают, и мы всё время убеждаем. Особенно молодые поколения – не убей, не укради, не прелюбодействуй. Там ещё что-то такое, да? Почти отца и мать. Матери кто письмо написал в этом году? – А поскай посчитаешь? – Никто не написал. – Я каждый день поскай посчитаю. Так, ну вроде всё. Кто-то там что-то хотел спросить? – Я хотел задать. Вот вы сказали, что будет регулировать государство распределение. А когда не будет государства, по вашему мнению, кто должен регулировать? – Так, а всё равно управляющая инстанция – это будет. Советы просто потеряют политическую форму окончательно. Они и так её теряют. – На местах именно будет. – На местах. Так на местах-то… – Но это по вашему мнению, да? – На местах совет – это совет города, это городская община. Кстати, вот в этой книжке мы этот вопрос более подробно обсуждаем. На предприятии это первичная община. Она и решает эти вопросы. Вопросы зарплаты, когда есть изобилие вещей, значит, это не вопрос уже. Уже общество сейчас дожило до того, чтобы всех обеспечить едой и шмотками. Это не проблема сейчас. Сейчас проблема, значит, машину шикарных марок, вот теперь этот самый, яхту, самолёты вот теперь уже пошли. Вот проблема, да. Но я надеюсь, что вам самолёт пока не нужен. Ну… Слушай, значит, Сергей Варганов пишет вопрос. По вопросу, возникшему в результате обращения Путина к Федеральному собранию в части борьбы с бедностью в РФ, акцент Путин сделал именно на этой борьбе. И цифра была озвучена 19 миллионов человек. Отсюда вопрос, что будет находиться в сущности этой борьбы и какой характер такого заявления, популизм, пиар или конкретные действия в ужасном процессе по отношению к 19 миллионам человек. Очень хотелось бы узнать позицию Александра Сергеевича. Значит, там у него, у Путина есть положение. Вот какова главная задача? И Путин говорит, главная задача – это сбережение народа. Это он прочитал у Солженицына. У Солженицына – вот сбережение народа нам. И что-то так звучит красиво. Я думаю, ё-моё, наконец-то про народ смог. Может, сбережение народ? Сбережение? Отобрать последние сбережения. Ну, во-первых, хорошо он делает насчёт сбережения. Да, да. Значит, вчера я был на похорнах Жареса Ивановича Алфёрова. И он, и я 30 лет, и Михаил Васильевич, и наши товарищи, 30 лет убеждаем и людей, и СМИ, и наше правительство, что не надо сбережать народ. Он сам сбережётся. Сберегать надо и развивать производство. Это вот Жарес Иванович, он уже боится, что он выглядит дураком. Талдычи об этом где можно и где нельзя. Товарищи, если вы будете развивать производство, наука прокормится. Производство потребует от науки каких-то обоснований, знаний и прочее. И производство будет нам платить. А государству нам не нужно с его подачками. Дайте производство. И так же и народу. Народу, рабочему классу. Его не нужно сберегать. Вы сберегите производство, а ещё лучше развивайте его. И рабочий класс, и народ вокруг производства, значит, возродится и будет полным, толстым, счастливым, красивым. Но они же не занимаются производством. Более того, вдруг он начинает послание, у нас скопились большие накопления, и мы теперь можем… Откуда этого вдруг нигде нет денег? Пенсионный фонд, значит, отнищал. И вдруг у него какие-то большие деньги, большие социальные программы. Откуда? Оттуда, что у них 9 триллионов нерасходованного бюджета за прошлый год. 9 триллионов нерасходованных. Кого там надо расстрелять за эти триллионы? Значит, на них можно было построить, но, я думаю, не один десяток заводов. Тем более, что в предыдущем, не в предыдущем, а была программа 2020. И, Владимир Владимирович, сделаем к 2020 году 25 миллионов рабочих мест. Где эти 25 миллионов рабочих мест? Ну, их можно только вот за эти 9 триллионов можно сделать. Но ты ж не следил, как исполняется бюджет. Эти привыкли воровать, ни черта не делать там. Поэтому… Ну, как вы сбережёте народ? Поэтому вы отдаёте сбережение народа на женщин, подкупая их, дескать, на те 400 тысяч ради ребёнка и разрушая… Это вот я говорил, что, может, поясню в вопросах. В лекции говорю, не было времени, а сейчас можно остановиться. И разрушая этим семью. Женщина, получая эти деньги, она как бы становится независимым субъектом экономически. Это ей дали деньги. Не на семью, не на детей, а ей. Вместо того, чтобы дать зарплату мужчинам, у мужчин крепкая семья, в крепкой семье пойдут дети. И семья укрепится, и женщина укрепится, и мужчины укрепятся, и дети крепкие пойдут. Значит, а сейчас… Ну, вот родила она в одиночестве. Довоспитывала до шести лет сына. Отвезла его в лес, надела ему, значит, эту самую сумку на голову, оставила в лесу на ночь. Я не имею в виду, что все женщины такие. Но такого рода инциденты, они показывают, что есть проблемы. И проблема именно в этом, что этим разрушается семья, а не укрепляется. Укрепляется она, когда мужчине работающему отдали его зарплату. А зарплата его сейчас, она должна быть в десять раз больше, чем, значит, того, что ему дают. Потому что зарплата сейчас не соответствует цене рабочей силы в десять раз. Это в среднем я беру в десять. Так отдайте зарплату, и у вас народ сразу, значит, заколосится. С женами будут жить спокойно. Для того, чтобы не было бедности, должно быть богатым. Потому что это слова Антонина. То есть, если у нас есть бедные, то есть есть богатые. Если нет богатых, то, соответственно, и нет бедных. Вы это к чему? Ну, это просто по поводу популизма. Да, это Фурье еще показал, что бедность, она рождается из богатства. Чем больше богатых, тем больше бедных. Это закон. Почему? Потому что богатые правят, отбирают все деньги, оставляют народ нищать, обедневать. Вот и все. То есть, наша буржуазия – это одна из циничных и наглых. Плюс, она и так паразитическая, мы знаем из Ленина в начале XX века. А у нас это паразиты вдвойне. Мало того, что обирают, еще эти деньги берут и переводят, значит, в офшоры и вообще на Запад. И мы снова начинаем, как эти сизифы, вкатывать камень в гору. Но это глупость. Проще, значит, от этой элиты, как она себя называет, избавиться. Дешевше станет. Кстати, меня удивил этот Острецов профессор. Он доктор физических наук и физик. Занимается атомной и ядерной энергетикой. Говорит, так Америка скоро исчезнет. Она Земле, природе не нужна. Они ничего не делают – паразиты. Поэтому их надо просто уничтожить, и все. И про наш он примерно так сказал. Я удивился. До такого радикализма. Таблица души человека. Нет, меня поразила его такая простота. Он об этом говорит, как, знаешь, огурчик подцепить и скушать. А вот трансгуманизм – это проблема чисто буржуазного общества? Как при социализме? Ну да, конечно. Это очередная выдумка. Как и гуманизм, он тоже был своего рода выдумкой. Фантазии на тело. Где гарантия, что при социализме не будет такого ничего? Гарантия только в организации. Только. В самоорганизации. И в постоянной работе. Как только вы отпускаете, все разбалансируется. Это как и дома, да? Пока вы там за домом следите, пыли нету. Как только вы бросили следить, через год полно пыли. Вроде бы ничего не делал. Да. Потому что вы ничего не делали. Именно потому что вы ничего не делали. Пыль-то сама заводится. И… Улучшение природы человека. Вот вмешательство в природу человека… Так она и так улучшается, она и так улучшается природа. Вот я, занимаясь сутью Советов, значит, происхождением Советов, обнаружил у Маркса такую критику в Парижской коммуне за то, что они очень совестливые, очень скромные и боятся там что-то лишний раз ущемить буржуев. Говорит, оставили им банк. Оставили им банк, те буржуи использовали этот банк, чтобы вооружить версальцев, которые пришли, их потом замочили. И там тысячи таких вещей. Очень скромные, совестливые, простые люди не понимают этих простых вопросов. Очень гуманисты большие. И вообще, мы с мерзавцами обращаемся как с нормальными людьми. С мерзавцами надо обращаться как с мерзавцами. Правда, для этого нужен тоже дух. Мерзавцу даже сказать в лицо, что он мерзавец, это непросто. Это нужно… Почему меня показывают? Потому что у вас усы. Я сейчас трубку достал. Да, значит, мы гуманисты. Мы советский народ, мы очень большие гуманисты. У нас атрофировалось вот это чувство борьбы. Поэтому вот всё никак не создать профсоюзом. Профсоюз нужен для того, чтобы отстаивать свои интересы. Чтобы набить морду тем, кто задерживает зарплату, грубо говоря. И правильно говоря, как ты задержал зарплату? Я тебе уже заработал, а ты не отдаёшь. Ты вор. А раз ты не понимаешь языка, вот тебе в морду. Теперь, сами буржуи, они всё сделали для того, чтобы тебе облегчить твои муки. И сдали закон, по которому ты можешь написать заявление с требованием, выдать тебе зарплату, допустим. И через три дня он обязан дать тебе письменный ответ, что, к сожалению, у него денег нету. Отрицательный ответ, он тоже ответ. Тогда ты можешь ему выставить требования. Значит, требую, кроме зарплаты, ещё то-то, 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 пятое, десятое. Опять ему на стол. Через три дня он тебе ответит. Не могу. Тогда ты говоришь, ну что ж, мы проводим конференцию и будем готовиться к забастовке. И вот наш опыт говорит, что девяносто девять процентов такого рода выставления требований, они заканчиваются выполнением. Уже на этой стадии. Да, забастовок не доходит. Они же тоже умные теперь. И они понимают, что доводить вот до такой драки или людей до такого состояния тоже не стоит. Тем более, там этот актёр, как его фамилия-то? Смоляков. Он такой молодец, хорошо всегда входит роль и передаёт настроение героя. Он умный мужик по-своему, да? Он всё это хорошо знает, знает, что он довёл, что его там подставили, он вынужден был рабочих довести. Но все они понимают, что не надо доводить. Поэтому, как только у нас, они знают, что отношения наклины. И Путин так выступает. Почему? Потому что он знает, что отношения наклины. Вот этой реформой пенсионной он и правительство, они себя подставили очень крупно. Она ещё не сказалась в полную меру, она ещё скажется. Вот. Наклины. А раз они накалены, значит, чуть-чуть и Путин по реакциям, где что-то произошло, сразу быстрее закрывать дырку. А то ещё и сам поедет в ручном режиме управлять. Поэтому пользуйтесь своими теми правами, которые есть. Они сейчас отобраны, сужены, искорёжены, но они есть. Ими можно пользоваться вполне. Попугайте – и то это полезно. В 99% деньги найдутся. В Германии этот Люфтваффет, они же… Люфтганзе. Люфтганзе. Люфтганзе, она раза три в год, значит, устраивает забастовки. Но, как правило, она объявила забастовку и через день-два деньги нашлись. Так и у нас они будут находиться. Просто каждый почему-то за себя боится. Чего, я говорю, меня выгонят. Ну и у тебя выглядит хорошо. Найдёшь новую работу, наконец, где платят. А чего ты боишься за эту работу, где не платят? Работаешь, тебе ещё не платят. И ты же ещё и боишься. Наплевать на них. Есть такие, которых я 10 лет назад видел, как людей увольняют, сокращают. Оказалось бы, ну всё, кури, сиди, жди. Два месяца прошло, давай, до свидания. Они – нет, мы будем работать. Я говорю, а чего вы будете работать? Мужик, говорит, нас оставит. Мужик, говорит, нас оставит. Оставит вам уже. Дали эти уведомления, поглядите. Что же вы не думаете? Вот такие вот, наверное, у нас простые. Да, какая-то тётенька, бабушка на вот эту прибавку медведевскую купила. Соли, мыло, верёвку, спички и что-то там ещё. Значит, мыло и верёвку уже закупил. Так что справедливость есть. Если они не хотят действовать по закону, то есть создавать профсоюзы. Нынешнее производство буржуазное, оно требует создания профсоюзов. Если вы не хотите создавать, вы не получаете зарплату. Это справедливо. А вы думаете как? Вы будете сидеть, а вам будут приносить вашу зарплату ещё в полной стоимости? Ну, это наивно. Даже глупо, я бы сказал. Зарплаты вышибают в буржуазном обществе, они получают. Это в Советском Союзе получали. Причём там задержат, если на день. Да снимут бухгалтера. Это вообще какая-то катастрофа, чтобы не выплатили зарплату в день получки. Нонсенс. Наверное, в 70-80-х годах это где-то там на крайнем севере, где вертолётов завозили только наличное. Но этого счёта бензину не было. Да, да. Такие случаи бывали. Это нонсенс. Раз ты заработал, тебе должны отдать. И это закон. Если вы не создаёте профсоюз, если вы не платите процент от своей зарплаты в профсоюзную кассу, в забастовочный фонд, считай, то вас будут обижать. Это справедливо. Раз вы не исполняете закон. Закон справедливо то, что следует по закону. Соответствует закону. Раз вы закон не исполняете, извините. Многие считают профсоюзы благотворительным фондом. Ну пусть считают дальше. У нас есть профсоюзы благотворительные. По скидке на экскурсии благотворительные. Так что вот на справедливость… Подумайте, подумайте в разных ситуациях. Это очень интересная категория. Справедливость реализуется. Она есть. О ней можно сказать, что она есть, и можно сказать – нет. Вот, скажем, этот хозяин говорит – справедливости нет. И это правильно. Но справедливость есть, говорю я, и это тоже правильно. А истина состоит в том, что она и есть, и нет. Она есть вот в этой реализации. Справедливость – это дело воли. Я добиваюсь справедливости. И в конце концов она ко мне приходит. Она реализуется. А если вы не добивались, она не приходит. Это нормально. Так и должно быть. А как вы хотите иначе? Вы хотите, как в Советском Союзе? Вот, в Советском Союзе я говорю – развратил. Зарплата вовремя. Шесть часов отработал – и на дачу. На даче, значит, там мотыгу и копает шесть своих грядок. Картошки там хочет накопать. Вместо того, чтобы позаниматься профессией. Кутёвка. Кутёвка 10 процентов. Квартиру дадут, вылечат детей, образуют, воспитают. Ну, благодать. Поэтому в известной смысле, значит, это были не дефициты причиной разрушения СССР, а вот такая… Профицитная. Да, такое, как это в народе говорят, зажрались. Да. Занялись. Потребительские отношения. То есть перестали чувствовать вот эту вот общественную природу. Но почему перестали чувствовать? Потому что вот здесь в середине 50-х годов произошёл вот этот контрреволюционный сначала идейный, а потом и политический переворот. и мы стали… И стал управлять партию. Да. И партия стала управлять по-буржуазному. И перестали двигать вот общинную природу производства. Скажем, я работал на заводе у нас. Ясли свои, поликлиника своя, детсад свой, школа – она для всех. Ну, считай, как своя. Санаторий какой-то. Санаторий какой-то. Санаторий. Санаторий. Две турбазы. Вот. Ещё там что-то было. Сановые. Я уже не говорю. Сантовые. Да. Профилакторий. Профилакторий – 12 рублей в месяц. То есть заплатил ты 12 рублей в месяц, и ты приходишь туда спать и питаться. И тебя ещё там полечат бесплатно. Ну, так это было гадать. Сейчас бы я пошёл бы. Как-то не имел я привычки в молодые годы ходить, хотя была возможность. У нас институт. Сейчас пошёл бы, но… Где я учился, у нас для студентов. Да, для студентов. Обязательно тебе объяснить. У меня слабость, и ты идёшь там на пятеразовое питание. Да, да, да. Бесплатно кормили бесплатно. Причём всё это за счёт этого. Так что справедливость – это вознесённые на небеса существующие экономические отношения, рассматриваемые либо с революционной, либо с консервативной стороны. И это очень правильно. Надо только пошевелить мозгами, поприкидывать, как это в жизни бывает. А бывает очень просто. Раз у тебя нет профсоюза, раз ты не хочешь общественной жизнью этой жить, сэкономить здесь два часа, скажем, или час даже в день, то отнимут от тебя значительно больше. Больше. Поэтому справедливость есть. Или, как индусы говорят, карма. Карма – это та же справедливость. Раз ты что-то не делаешь, и делаешь не так, тебе это отзовётся. А раз ты оставил девушку с детьми… Я, например, говорю, то тебе это отзовётся. Он только посмотрит, скажет, какой-то… Вообще. Так, ну что, какие ещё вопросы? Зови девушку ещё с детьми. Как там вопросы? Какие там ещё вопросы? Так, как-то они всё… Думаю, достаточно. Перемаривают. Нет, вопросов нет. Нету. Так, у кого какие вопросы? По поводу равного права. Вот вы говорили за равенство, но как же мысль Ленина и Макса о том, что даже при уничтожении частной собственности равное право, оно остаётся дружуазным, потому что ведёт к неравенству. И о том, что при коммунистическом обществе в полной фазе общество могло бы написать на знамёнах о том, что от каждого по способностям, каждому по потребностям, а не по труду или не по равной только. Так, а вопрос ещё? Ну… Противоречия в том, что вы сказали и с тем, что говорил, например, вот… Ну, так и вы говорите противоречия. И Ленин говорит, это противоречие, что при солизме действует буржуазное право. Почему? Потому что право, оно вообще буржуазное. Более того, право, вообще говоря, рабовладельческое. Право было изобретено в Риме римскими рабовладельцами для римских условий. Но как и почему оно возникло? Оно возникло потому, что плебеи… сначала крестьяне всё время бунтовали против начальства, потом плебеи городские бунтовали против начальства. И после каждого крупного выступления плебеев рабовладельцы, Сенат, вынуждены были принимать законы, ну, какие-то навстречу этим вот выступлениям, чтобы как-то сбить вот эту волну, значит, их натиска на господствующий класс. Вот в этой борьбе родились законы. Законы действуют как неисполняемые, да, или как нарушаемые. Значит, в конце концов, у этих законов там каждый человек, наверное, через суд так или иначе проходил. Масса судов, и сформулировались некоторые принципы права, и они сохраняются навсегда. Ну, и принцип правенства – он один из господствующих. Почему? Потому что принцип права… Принцип правенства – это то же самое, что категория бытие, категория идентичности, да. Бытие есть бытие, подтверждает, что бытие есть бытие. Поэтому и в феодальном обществе этот принцип правенства выполнялся, равенство подхода юридического. И в буржуазном обществе, и в социалистическом тоже. Подход разный. Другое дело, значит, кому применяется, как принимается и как спорющие стороны воздействуют на суд и его представителей. Поэтому спор судебный определяется, во-первых, законом, во-вторых, аргументами сторон и расположением суда. Значит, если вы сумели расположить суд, скажем, вот товарищ Аршауков, я думаю, он сумеет расположить суд. Скажем, даст миллионов десять, и суд будет на него смотреть более благожелательно, я думаю. А вы что можете дать суд? Ничего не можете? В разговоре. Видимо, вы не правы. По поводу всё-таки того, что право должно быть неравным. Это оно должно быть неравным. Это должно. Почему? Потому что оно должно быть приспособлено каждому конкретному человеку. Поэтому решается это противоречие тем, что каждому, что благо распределяется по потребности. Не по деньгам, не по судам каким-то, а по потребностям. Что значит по потребностям? Я вот это вот долго не мог понять. В школе, мне казалось, по потребностям, значит, вот у меня есть потребности в машине, значит, ещё там в чём-то, и мне это всё дадут. Это хотелки. Да. А на самом деле это хотелки. А по потребностям это значит, для жизни мне нужна квартира. И на заводе, приходите вы на завод, вам не сразу, и некоторым там через 10-20 лет, но дадут квартиру. А некоторым особо ценным, скажем, работникам, рабочей высокой квалификации, ему сразу дадут квартиру. Но не сразу в течение года. Я, скажем, по распределению уехал, мне сразу дали однокомнатную квартиру, сразу, и говорят, через два года получите двухкомнатную. Ну, попробуем. Вот. Теперь. Образование. По потребностям. У вас один ребёнок, значит, у вас потребность в одном образовании. У вас два ребёнка, значит, у вас потребность в двух образованиях. У вас три, вам три образования. Медицина. Тоже по потребности. У вас один зуб болит? У неё не болят. У вас зубки ровные. У вас один зуб? Один зуб. Значит, вырвем один зуб. Если вам надо два зуба вырвать, вырвем два. Сколько надо зубов вырвать, столько и вырвем. По потребности. То есть, это принцип по потребности. А так, богатейте. Причём, вот я думаю, что в 1936 году вместо того, чтобы развивать общину и распределение по потребностям в общине, чтобы в общине это решалось, на производстве это решалось задача, это мы бы продвинулись более энергично в будущее. Почему? Потому что тут все знают эти потребности. Во-вторых, заинтересованы в росте, более заинтересованы в росте общего котла, из которого наши потребности удовлетворяются. Ну, а раз у вас котёл маленький, ну и потребности ваши не так энергично удовлетворяются, хотя по потребностям. То есть, опять, это дело деятельности, работы, творчества, изобретения. Ну и ума. Я вот в возрастном состоянии понимаю, что главная проблема – это проблема ума. И в единичной, индивидуальной жизни, и в общественной. То есть, когда Сталин умер, просто уже вот таких людей с понятием, с понятием я имею в виду политическим, экономическим, как-то в начальстве не нашлось. Там были очень толковые люди, очень толковые, развитые. Мне кажется, ещё Сталин, он не успел завершить эту реформу, не успел расставить молодых, значит, по позициям. А некоторых, наверное, всё-таки убили, как вот Пономаренко был такой, первый старец ЦК Компартии Белоруссии, показал себя великим организатором партизанских отрядов войну, и Сталин его готовил. Но вот что-то умер он как-то странно, неожиданно и достаточно молодым. Не было таких, а уж эти академики и профессора, которые подменили нам мировоззрение философией, ну, это вообще, это просто заговор, о чём я и пишу в этой книжке. Они целенаправленные. Целенаправленные, да. Материалы нашей летней конференции-то у вас есть? Почитали, вы познакомились? Нет? Вообще не продавали. Так, у вас староста-то есть? А, у меня её нету, нет. А, её есть? Одна. Есть. Староста-то есть? Нету, представляю. Тебе уже нету. Да вы что? Представляю. Вот он. Татьяна Валерьевна. Ладно. С вами мы встретимся ещё, я вам дам, обещаю. А эту товарищам дать. Старости, чтоб он сам почитал и товарищам дал. Есть староста-то? Нету? Да, есть. Мы сами должны организовываться. Так, но у вас одна есть? А ещё такие у кого-то есть? Не знаю. Так, вот у вас будет собрание сочинений. Спасибо. Товарищ попросят, дайте им почитать. Там я об этом рассказываю, как произошёл вот этот переворот. Как товарищ Коусинин подобрал малоизвестного тогда Бурлатского проходимца. И оказывается, это он вписал. И главное гордиться, что он вписал в программу партии отмену диктатуры. Это в дополнение? Нет, это в статье моей. Нет, я понял. Это первая была книжка, это вторая. Это вторая, что ли? Просто Михаил Васильевич был... Нет. Это летние конференции. Летние конференции. Да, всё. Я что-то... А, понял. У меня что-то... Это в августе, которая... Так что, да, в августе. Татьяна Валерьевна, или хотите встретимся где-нибудь, или в мае увидимся. Потому что раньше-то мая мы не увидимся. В мае? В мае? Я отбываю. Как всегда. Нет, а у нас там очень сокращённо сейчас всё проходит. А в мае вы будете? Да. Мы сейчас долго не сидим. Ну и правильно. А чего сидеть? Попили чайку и всё. Сидеть надо эффективно, тем более зимой-то. Да, да. Уже мать всё в два часа. Так. Вопросы ещё есть? Ну... Общих нету. У кого есть индивидуальные, подходи. Что? Если, соответственно, мы сталкиваемся с проблемой, видим, что вот у нас есть социализм, который переходит в коммунизм. Люди из-за профицита начинают... Не знаю. Бражения в них какие-то начинают происходить. Может быть, оставлять им какую-то вакцину, какой-то показатель. Вот, как теоретическое производство. Выделить там 10% от рынка. И пусть там себе варится. Будет с кем бороться, будет с кем бороться. Да, это очень просто. Вон, поезжаете в Европу и занимаетесь там буржуазной жизнью. И производством буржуазной. Да нет. В смысле просто, если... Как это решается проблема? Кроме как? Ну, так никто решать не будет, я думаю. Ну, а как решается? Так тут проблемы нет. Это у вас проблема. Вы ее решаете. А вы мысли как права? Если человек немного блажадное сознание, он либо принимает то общество, которое он живет, либо он не принимает и уезжает. Ахиммигрирует, да. Нет, это не ответ на вопрос. Вот у нас есть уже социалистическое общество. То ли 200 лет, 300 лет существует. В какой-то момент Дали настолько расслабились, что пришли спокойно люди уже такие, которые захотели организовать переход к буржуазии. Ну, так и организовывайте. А есть другие люди, которые борются? Вот. Да. Если спят, вы сделаете буржуазное общество. А если не спят, сядете в тюрьму. Все. А вопрос заключался в том, что как сделать, чтобы вы уснули? Вот это вопрос. А чтобы не уснули, я и говорю, нужен интерес. И интерес общественный. Вот на производстве, если бы развивали вот эту общественную природу производства, на производстве, на предприятии, я думаю, что и не спали бы, а искали бы, где как лучше заработать. И шести и четырех часов рабочих дней. Да. 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 Потому что государство регулирует количество часов. Все сделали и вот сидят там мучаются и не уйти из производства. На занятия. Вы проводили занятия. Конечно. Да. Можно сделать занятия. Чёрта в стуле можно сделать. Можно сделать дополнительное производство, в конце концов. А то действительно смучаются. Мне это может быть больше по различным возможностям занять своих работников. Да. Чего? Что это за община, о которой вы говорите? Я не очень понял. На предприятии это всё предприятие или часть предприятия? Это образ. Нет, это не образно. Это была в XIX веке большая дискуссия об общинном производстве земледелий. В ней участвовали знаменитые люди. В том числе и Николай Гаврилович Черышевский отстаивал идею общинной обработки земли. И на этой почве возникло общественно-политическое движение народников. Но оно дожило до 1917 года, анархисты за него ухватились и развивали эту тему. А Владимир Ильич, он критиковал это дело. Почему? Потому что имелась в виду у них земледельская община. То есть имелась в виду крестьяне, крестьянская община, земледельская община. Но когда взялись за социалистическое строительство, всё-таки видят, что крестьянские вот эти вот коллективы, они так или иначе воспроизводят эту общину. Поэтому кое-где Ленин оговаривается насчёт этой общины, как бы допускает её. Я там цитату привожу вот в этой книжке. Теперь, перед Сталином стал этот вопрос году в 1932-м. Там была дискуссия. Значит, коммуны или артели. Вырабатывался устав артели, то есть колхоза. И Сталин пришёл к мысли, что до коммуны мы ещё не дожили, нам нужна поэтому артель. И, соответственно, устав артели. Коммуны – это когда всё обобщественно, не только орудия производства, но и некоторые там моменты жизни. Вот я думаю, мне он этот вопрос не совсем ясен. И Иосиф Иосиф Рёнович, он был не совсем ясен. И поэтому бросились в более простой форме, что, дескать, до коммуны не дожили. Почему? Потому что некоторые там коммунары объединили всё, готовы были женщинам обобществить. И у них там всё это дело поэтому развалилось. А если бы они обобществляли-то с умом серьёзно, не дошло бы у них до перегибов. Глядишь бы, этого не было. Поэтому, а что такое община? Или что такое коммуна? Коммуна – это и есть община. Община – это и есть коммуна. Опять в этой книжке разъясняю. Поэтому нужно было, конечно, идти по этому пути. Другое дело делать это с умом. Но, видимо, всё-таки руководство тогда не до этого было. И задача внешнего давления была сильной. Поэтому у них тогда главенствующая тенденция была об обобществлении, о государствлении, чтобы государство сделать прочным, недоступным для воздействия извне. Им было не до этого нужно. Но мы вынуждены будем это делать. Ещё? Значит, община – это как одно целое предприятие, правильно? Это не предприятие, а это соединение людей, которые предполагают, что у них всё общее, ну, кроме, естественно, личных вещей. Личного велосипеда, личной машины, личной зубочистки и так далее. И, соответственно, вы говорите, что они должны развиваться и увеличивать производительность. Так, это мы с вами договорим в одиночестве. Пора уже закругляться, я так понимаю. Поэтому спасибо, дорогие товарищи. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok